Всем здравствуйте, господа мои хорошие. Давно не было видоса по BloxFruits. Сегодня будет такой небольшой гайдик, интересный. Надеюсь, вам всем понравится. Не забывайте, что у нас есть дискорд-сервер также про BloxFruits и не только, где вы можете пообщаться и получить прикольные-прикольные плюшки. Итак, что мы сегодня смотрим? Сегодня мы смотрим все секретные аксессуары, которые вы можете найти в игре. Да, начнем с первого моря. В первом море мы двигаемся с вами в Fortress Marine. Простите, я не знаю по-русски, как все эти названия будут, потому что я никогда их не переводил. Поэтому, простите, если я буду говорить все названия на английском. Marine Fortress, короче, идем туда. Там нас интересует одна башня, которая находится прямо первая вот справа. Туда заходим, наверху вас ждет вот такой проходик. Прыгайте внутрь туда, и там будет ждать вас Парлус. И Парлус может вам за 50 тысяч бели продать Black Cape. Это офигительная штушка для начала, офигительный аксессуар для новых игроков, потому что он стоит недорого. И в принципе, очень-очень неплохой баф вам дает. А именно, он дает вам 5% всего демеджа, то есть на все виды атак. Далее он дает вам 100 хп и 100 энергии, что довольно неплохо. Итак, двигаемся, двигаемся, ребята, и двигаемся тоже в Skyland. Да, Skyland локация, вы все прекрасно знаете эту локацию. Там, возле небольшого замка, будет ждать вас Йоши. Йоши вам может продать очень крутой аксессуар, который стоит, правда, до хрена аж целых 500 тысяч бели. Да, ребят, я знаю, это много, но накопить можно спокойно в первом мире, без проблем, в последней локации, в фонтане, если что. Но, чтобы его купить, у вас должно быть 200 ближнего боя в ваших статах. Поэтому, если у вас меньше, вы, к сожалению, его купить не сможете, даже если у вас есть деньги. Это кольцо дает вам, Томоя ринг называется, да, Томоя, Томоя, дает вам плюс 10% атаки вашего фрукта, что очень неплохо. Это очень много для первого мира, если что. Да, никаких нет у вас ограничений по уровню, но вам 500 тысяч нужно будет накопить, конечно же. Следующее, ребята, что вы можете получить, это Усоп Хэт, да, шапка Усопа. Что это за шапка, ребята, вы ее можете получить, если убьете трех пиратов на сервере, у которых будет больше 250 тысяч баунти. Да, вот так вот. Эта шапка дает вам плюс 7,5% атаки оружия, если вы помните из One Piece, Усоп стрелял из рогатки, и минус 15% на это оружие. Минус 15% кулдауна, простите. То есть ваши скиллы будут на 15% быстрее восстанавливаться, что довольно неплохо. Также вы можете получить шапку Марин, да, то есть не Марины шапочку, а вот этих вот. Как они по-русски? Простите, я даже аниме One Piece смотрю на английском, поэтому я вообще по-русски не понимаю, как это будет. Короче, вот эти охранники, или как их там, хрен его знает, блин. Да ладно, хрен с ним. Что это точно такая же шапка, как Усопс Хэт, получается точно таким же образом, только вместо трех пиратов вам нужно убить трех мариновцев. Как они по-русски? Короче, охраны вот это береговое, или хрена его знает. Спецназ? Ладно, вы поняли, полицейские, короче. Вот все. Охранники. Давайте будем называть их охранниками, ладно? Все, и также у них должно быть больше 250 вот этого вот доблести, да, но я не знаю, как вы видите, у меня нет такой шапки, потому что, ну, никто не играет за маринов, за охранников, поэтому я не знаю, как вы получите. Ну, друзей можете позвать, или еще что-то такое, только я не знаю, что, скорее всего, это не стакается, и вы должны это все разом убить, трех игроков разом, вот, имейте в виду. Что вы получаете с этой шапочки? Плюс семь с половиной атаки на оружие и на меч, и минус 10% кулдауна на меч и на оружие, вот, имейте это в виду. Следующую, ребята, шапочку вы можете найти в локации с пустыней в Египте. Вы видите вот такой вот небольшой сундук, вы его забираете, там будет дырочка, в эту дырочку залетаете, как червячок. Далее вы продвигаетесь по туннельчику и попадаете в гости к Хасану, который, к сожалению, продает не кебаб, а вот такой вот Swordsman Head, называется, да? Если на русский переводить, шапка мечника, да, она стоит 150 тысяч и требует 300, 300 в ваших статах, 300 поинтов в мечах, в Sword Stat, да? Да, вы что-то, господи, я не знаю, как лучше, вы поняли, 300, короче, у вас очков должно быть в статах с мечом. Эта шапка дает плюс 10 атаки мечом, 10% имеется в виду, да. Ну что, хватит на сегодня первого моря, больше нету там ничего интересного. Итак, отправляемся в второй мир. Во втором мире у нас есть два секретных аксессуара. Если что, я не считаю аксессуары, которые с боссов падают, это вообще не то, это не секретные аксессуары, нихрена. Итак, во втором мире что вы делаете? Вы берете, берете, ребята, вот этот вот кораблик свой, как у вас там есть, что за сколько вы его позволить можете, и отправляетесь в курсще проклятый корабль, да, наверное, так это переводится, проклятый корабль, скорее всего. Вот, ну, едем туда. Там у нас есть один человек, его зовут Эль Перо, или не человек, я не знаю, как его зовут на самом деле. Точнее, как его называть можно. Но, скорее всего, не человек, потому что он же на проклятом корабле. Ладно, за 50 эктоплазмы, которую вы можете получить на кухне, там очень легко ее фармить, вы сможете получить маску Гуля. Это охренительный аксессуар, просто шикарный, особенно если вы используете расу Гуля. Ребята, это просто пушечка. Этот аксессуар дает вам 500 энергии, далее он дает вам плюс 35% скорости, что просто охренеть. И самое главное, он дает поглощение жизни. То есть, когда вы будете бить других ребят руками, да, ближним боем, мечами вряд ли это будет работать, ближним боем, если вы будете бить, вы будете получать 10% от игроков, то есть вы будете хилиться по 10% от наносимого урона. Плюс, если вы, например, с NPC деретесь, то вы будете 2,5%, то есть вы можете даже хилиться на 2,5%. Очень классный аксессуар, особенно на рейдах он полезен, если вы юзаете буду, просто незаменимый, всем советую. Аксессуар, который вы можете получить во втором мире, это у нас шлем Warrior Helmet, короче, шлем этого, как его, воина, вот, шлем воина. Блин, на ходу все перевожу, вообще так непривычно, простите, ребята, играю полностью все на английском у меня. Чтобы получить, ребят, этот шлем, вам нужно пройти квест Бартилы. Бартилы у нас находятся в кафешке, вы все его прекрасно знаете, но чтобы начать этот квест, вы должны достигнуть 850 уровня. Только после этого вы сможете начать квест. Все, что нужно сделать, очень просто. Он сначала вам говорит убить 50 пиратов-свона, вот этого лебедя. Они находятся в этой локации, вы себе прекрасно знаете, где находятся, потому что вы будете там качаться. И также вы должны после этого, он вам, вы вернете к нему, доложите, что всех убили, он вам скажет убить Джереми. Джереми находится там же, но в горах. Вы его найдете. У меня никого не было, потому что он задеспаунился. Или его убили кто-то, я не знаю. Что вы делаете? После этого вы возвращаетесь, ребята, в сторону кафешки. И вам нужно пойти в Колизей. В Колизей вам нужно спасти гладиаторов. Но перед этим забегите в замок Свону. И запомните вот этот вот код. Потому что он вам нужен будет для того, чтобы освободить этих ребят. После этого вы идете в Колизей. Прыгаете под мост. И нажимаете вот этот вот код. Чтобы, кстати, запомнить его, вам достаточно в чатике написать похожие эти циферки. И вы запомните. И вам не нужно там фоткать или еще что-то. Все очень просто. И все. После того, как вы освободили их, вы получите автоматически вот этот вот шлем. Этот шлем дает вам плюс 12,5. 12,5% атаку ближнего боя и к мечу. Что довольно многое, если честно. И минус 5% кулдаун на вот эти вот скиллы. На ближний бой и на оружие. Ну, имеется ввиду оружие. Я имею ввиду меч, меч, меч. Да, меч. Итак. Все. Больше здесь ничего нет. Отправляемся в третий мир. Точнее, третье море. Что вы делаете в третьем море? Сразу же садитесь на кораблик и отправляетесь в призрачный замок. Который находится вот в этой локации. Вы знаете это место. Там у вас есть рандомный сюрприз. Вот этот дед, который продает за кости разные сюрпризы. И от него вы можете получить целых два аксессуара. Первый аксессуарчик. Аксессуарчик. Аксессуар. Называется ушки медвежонка. Да. Ушки медведя. Эта шапочка дает вам плюс 10 процентов на весь дамаг. Сопротивление на весь дамаг. То есть вы будете гораздо более танковым персонажем. Также он дает вам плюс 500 энергии. Что довольно неплохо. Хотя вот я, если честно, не понимаю прикола. Нахрена давать энергию и давать жизнь. Если и так, и до хрена. Я не знаю. Возможно это поможет вам выжить в комбо. Но вряд ли вы с 500 хп сможете выжить. Так. Что делать дальше? Дальше у нас здесь падает очень интересный артефакт. Аксессуарчик. Который в принципе похож на уши медведя. Называется golden sun head. То есть золотая солнечная шапка. Или как-то так его можно называть. Она вам дает плюс 10 процентов не резиста уже. А непосредственно урона. Плюс 10 процентов на весь урон, который вы можете нанести. Хоть жопой, хоть рукой, хоть чем угодно. И также он дает вам плюс 500 health. Что означает 500 жизни. Если что. Да. Далее, ребята, следующий аксессуарчик вы можете получить в замке на море. Castle on the sea называется он. И этот аксессуар называется Joe Shield. Если на русский переводить, это челюсть щит. Как-то так. Получить вы можете его от Takamura. Но чтобы его получить, вы должны будете завершить 5 квестов. Не обязательно за раз. В любое время они сохраняются. 5 квестов Player Hunter. Player Hunter это NPC, который дает вам квест на убийство какого-то игрока на сервере. Это как с элитными пиратами. Точно так же, только с реальными игроками. Это работает только на паблике. На випке это не работает. Но это довольно проблематичный квест. Потому что человек может ливнуть. Вы можете до него не добежать. Либо он может быть сильнее вас. Но аксессуар довольно прикольный. Вы справитесь, я думаю. И я думаю, стоит попотеть ради него. Итак, этот аксессуар дает вам плюс 500 энергии, плюс 250 жизни, плюс 12,5% ближнего боя. Усиление ближнего боя, да. Плюс 10% защиты против ближнего боя. Что тоже очень круто. Плюс 50% скорости. То есть вам добавят плюс 50% скорости. Это просто охрененно. Далее, ребята, вы можете получить в этой же локации красивый шлем. Он называется от Луновена. У Луновена вы можете его приобрести. Только на этот раз вы квест выполняете не плеер хантера, а элит пайрит хантин. Да, это у нас хантер, который за элитными пиратами как раз охотится. Вам нужно 5 раз всего лишь пройти. И после этого вы сможете получить этот шлем. Не помню сколько он стоит, по-моему вообще ничего не стоит. Я его получал очень давно, ребята, поэтому простите. Все по памяти пишу. Итак, этот шлем дает вам плюс 250 энергии, плюс 500 жизни. Заметьте, с предыдущим у нас немножечко свапнулись статы, да. Плюс 10% усиления ближнего боя. И плюс 12,5% защиты от ближнего боя. То есть немножечко свапаются статы, хотя по факту один и тот же аксессуар. И плюс 50, естественно, процентов скорости. Что довольно неплохо. Ну и последний аксессуар, который вы можете получить в третьем мире, это шапка мушкетера. Вы ее можете получить только если у вас левел больше 1800. Имейте это в виду. И чтобы его получить, вы должны пройти довольно легкий квест на самом деле. Вы должны отправиться на плавучую черепаху в замок. Да, в замок. Там вас будет ждать гражданин, Сиризен его зовут, да. Но это не имя, это его определение, что ли. Короче, ладно, забейте. Первый квест, который вам даст, это убить 50 форест-пиратов. 50 лесных пиратов, которые находятся прямо здесь. В этой локации никуда бежать не нужно. После этого он даст вам квест убить капитана слона. Что тоже довольно просто, потому что находится в этой локации. После этого вы возвращаетесь к нему, да. И он вам говорит, что все, ты молодец, мы там спрятали для себя сокровища. Вы двигаетесь прямо, просто вот прямо, пока не упретесь в грибы и стену. Ломаете эту стену, заходите туда, и там вас будет ждать шапка мушкетера. Довольно неплохая на самом деле. Эта шапка вам дает плюс 12,5% атаки на мечи и на оружие. Да, я имею ввиду на пистолетики и все такое. И плюс 12,5% уменьшения кулдауна. То есть ваши атаки на мечи и на оружие будут обновляться гораздо быстрее. На 12,5%. Вот и все. Все секретные аксессуары, которые есть в Blox Roots. Надеюсь, вам было полезно. Не забывайте залетать в Дискорд, в описании будет ссылочка. Но если вы хотите поблагодарить меня, под видео есть кнопочка спасибо. Нажимайте на нее и благодарите меня. Я буду вас очень сильно любить.